Ах, это свадьба! Свадьба, на которую ничего не жалко, даже дорогих иномарок. В эти дни в соцсетях появился ролик дорожных войн, и все ради первенства в шлейфе невесты. Это престижность среди молодых людей. Такую картину на дорогах республики можно наблюдать часто, и также часто возникает вопрос к ребятам, которые безжалостно разбивают машины. Покупали-то сами? История со свадебным кортежем этого воскресенья в репортаже Марины Муталиевой. Это видео с беспределом свадебного кортежа в сельском поселении Сурхахи уже разлетелось по всей сети интернет. Комментирующие разделились на два лагеря. Большинство решительно осуждают действия обоих водителей. Однако находятся и те, кто оправдывает гонщиков, списывая такое поведение на ингушские традиции. Я понимаю, им машин не жалко, от папочек, небось, достались. Потным трудом не заработали отсюда хурмаддац. Анях хуалчах ишч сандуак. Субханаллах, народ, что с вами происходит? Ведь в уме Мухаммада люди не должны так вести себя. Тут люди живут, не могут позволить себе килограмм мяса купить. Ой, да ладно вам? Побесились у друга на свадьбе ребята. Да, это неправильно, но все же. В управлении полиции регулярно мониторят интернет-ресурсы, выявляя нарушителей. Реакция правоохранительных органов на это видео также была незамедлительной. Владельцев авто быстро определили по номерам, после чего разбитые машины отправили на стоянку в местное управление РОВД. В отношении нарушителей будут предприняты соответствующие меры. На видео четко, отчетливо видно, что водители умышленно допускают столкновение транспортных средств, пытаясь достичь, видимо, определенной цели, следуя каким-то мнимым традициям. У нас нет таких традиций. Это всего лишь эгоизм людей, которые пытаются таким образом определиться где-нибудь, в частности в колонии. Учитывая актуальность ситуации, в Совете безопасности республики решили провести профилактическую беседу с самими виновниками и их родственниками. В борьбе за место в свадебном кортеже участвовали представители двух семей – Аушевых и Дахкильговых. Повезло, что в этой бессмысленной схватке никто не пострадал. Лично мной было возбуждено административное расследование, поэтому назначено расследование, поручено производство этого административного расследования. Это делалось и раньше, и, надеюсь, предь будет только усиливаться эти меры. Вопрос не в том, что водители там пытались, на мой взгляд, мнимые традиции соблюстили. Нет таких традиций, чтобы подвергать жизнь людей опасности. Казалось бы, участок РОВД совсем не то место, куда должны приглашать родителей по поводу поведения детей. Словно в школьные времена, когда из-за невинной шалости ребенка вызывали к директору. Дети, может, и выросли, а шалости остались прежними. Только на этот раз последствия намного серьезнее. Нарушен закон о жизни людей подвержены опасности. Из-за амбиций молодых людей краснеют родственники. Полковник полиции Магомед Аздоев подчеркивает, чувство безнаказанности и отсутствие взаимоуважения участников дорожного движения друг к другу – два определяющих фактора в большинстве ДТП. С экранов мониторов не раз приводилась печальная статистика. Повторяться не имеет смысла. Достаточно знать, число ДТП растет с каждым днем. Все эти ДТП связаны с элементарным непониманием водителя, что необходимо пропустить водителей, которые пользуются преимуществом. Выезд на встречные полосы, превышение скорости, проездно запрещающий сигнал светофора. Водители, которые вынуждают встречу водителей страчных автомобилей уходить на обочину, чтобы не столкнуться. Я считаю это проявлением крайнего цинизма, когда люди не только не уважают друг друга, не уважают не только закон, но и друг друга не уважают. Совершить ошибку может каждый, но не каждый готов признать ее, осознать свою ответственность и понести заслуженное наказание. Это как раз то качество, которым особенно гордятся в ингушском обществе – денул. Вместо этого виновник старается всячески себя оправдать. К примеру, самый распространенный способ – возложить всю ответственность на судьбу. Мы пьянствуем, посадимся за руль, сталкиваемся, убиваем одного, двух, трех человек, а потом, говорит, это суждено было. Да не суждено это было. Мы сделали так. Сделали, потому что не уважаем ни закон, ни себя, ни окружающих. Что суждено, а что нет – на этот вопрос никто не ответит. Но ислам уж точно не приветствует насилие, причинение вреда здоровью своему и других. Я говорю о чешахе – стоит хорошо, без deals, без риска, безделие. Глава республики также не остался в стороне и, в свою очередь, распорядился о некоторых мерах в отношении участковых, которые обязаны быть в курсе всех предстоящих свадеб заранее. И принять все меры, чтобы такие ситуации больше не повторились в регионе. Ни одна свадьба внезапно в республике не проходит. Все свадьбы, оповещенные, все знают, начиная от участкового, заканчивая последним жителем села. Так, нет? Так точно. Ну почему нельзя взять на контроль эти свадьбы? С недавних пор в обществе все чаще говорят о необходимости ограничить число автомобилей в свадебном кортеже, чтобы сократить вероятность аварийных ситуаций. В этом случае также было заявлено конкретное количество машин, а на деле их оказалось намного больше. Наш участковый Сурхакинский ездил к нему в пятницу, о чем свидетельствует документ, его рапорт, то, что у нас на копительном деле есть, разговаривали. Со слов Аушева, отца жениха, будем говорить, значит, он якобы провел с ними беседу, с этим, как тоже в кортеже, кто будет участвовать. Но на тот момент были у меня четыре автомашины. Вот эти две автомашины, Геленваген и МЛ, вот этот Мерседес МЛ, якобы примыкли к этой колонии по дороге. Глава Ингушетии настаивает на более жестких мерах в отношении нарушителей со стороны правоохранительных структур и предлагает вести с ними бескомпромиссный диалог. Статьи не смягчать, а справедливо наказывать провинившихся. Фигуранты этих машин, водителей, со всеми родителями, родственниками, кто они, не только вот эти двое, которые бились, а все вот участники процесса, где кто работает, кто из них работает там в органах правопорядка, кто из них работает в органах власти, полностью мне характеристично положительно у всех фигурантов этого дела. Если вы не будете так работать, у вас каждое воскресенье будут такие проблемы и будут позорить республику. Так, радостный праздник для одних, для других нередко перерастает в неприятность и оставляет после себя горький осадок. Игры на дорогах одних становятся поводом обсуждения для всей страны. Главный вопрос, правильно ли расставлены приоритеты у так называемой «золотой молодежи» и когда плохих новостей в ленте Инстаграма станет меньше. Марина Муталиева, Адам Долгиев, Новости 24. Инцидент на свадьбе обсуждался.